Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформания» радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским политиком, политтехнологом Константином Калачевым. Константин Эдуардович, добрый вечер. — Здравствуйте. Правда, слово «политтехнолог» — это сугубо российский термин. У вас там политические консультанты, политические стратегии, политические советники. — Как вас назвать? — На самом деле это российское изобретение, термин «политтехнолог». Я, да, политический консультант, политический советник и политолог, и историк по образованию. Не знаком с моей фамилией. Но если что, можно погуглить. В некоторых американских газетах выходили мои комментарии. — И даже в Википедии есть небольшая статья о вас. — Страница. — Константин Эдуардович, вот если вспоминать фильм знаменитый «Москва слезам не верить», там есть такая сцена, где, значит, герой Алексея Баталова спрашивает героя Николая Сморчкова. Что слышно, что нового у вас в мире слышно? Тот говорит, нету стабильности. Террористы опять захватили самолет. Если перефразировать сегодня эту фразу, то она бы звучала примерно так. Нет стабильности, НАТО опять угрожает России. Как вы думаете, почему вот эта старая советская мантра до сих пор популярна в руководстве России? И что связано, как ваш взгляд, на переговоры между Россией и НАТО? — А в НАТО в Сочи скажут, что Россия угрожает стабильность в Европе. Кстати, фильм «Москва слезам не верит» снимался до разрядки, до исторической встречи Никсона и Брежнева. Так что стабильности там действительно не было. Незадолго, ну, как не совсем уж незадолго, но на самом деле карийский кризис — это 60-е годы. Сейчас мы находимся в ситуации похожей, поскольку у нас тут снова говорят о размещении российских ракет в Венесуэле или на Кубе. Я не понимаю, в чем смысл размещения в Венесуэле, потому что там расстояние... Надо просто географию знать, да, посмотреть, какое расстояние. Полетное время будет слишком большой. Макуба вряд ли согласится на размещение российских ракет, даже если очень уговорить, потому что она больше заинтересована в снятии эмбарго, снятии санкций. Что касается переговоров. Переговоры, конечно, эти ни к чему пока не приведут. И это было ясно совершенно, потому что то, что хотела бы получить Россия, предполагает изменение устава НАТО. Никто ради России менять устав НАТО не будет. Как говорят деятели НАТО, как говорят американские политики, НАТО — это открытая организация. И никто не имеет права вето на вступление НАТО в тех или иных стран. И потом есть еще одна тема, по которой Россия и США, Россия и НАТО не могут договориться. Могут ли быть у России сферы влияния? Россия воспринимает постсоветское пространство как сферу своего естественного влияния, что мы, собственно, продемонстрировали недавно, когда войска ОДКБ оказались в Казахстане и сыграли там роль стабилизатора во время бунта недавнего. В свою очередь, США и НАТО не признают идей о сверх влиянии, не признают необходимость или возможность ограничить вступление в НАТО тех или иных стран. И, собственно говоря, здесь нашла касан на камень переговоры между ведомственной легацией России и США в Женеве и переговоры о дискуссии по линии НАТО в Рюсселе, а потом еще и по линии ОБСЕ ни к чему в итоге не привели. Но я полагаю, я полагаю, то есть я думаю, что наше российское руководство прекрасно понимало, что выдвигает заедом неприемлемые предложения, но тут есть, как мне кажется, второе дно. А именно, для Путина ключевой вопрос – это вопрос Украины. То есть Украина не должна быть членом НАТО, Украина должна быть дружественной в отношении к России, желательно нейтральной страной, ну а еще лучше было бы, конечно, если бы она была ОДКБ и ЕС. Так вот, кто мог бы решить проблему отношений России с Западом и снять с себя головной болью? Нынешний президент Украины Зеленский, если бы представлял собой копыту Финляндии, которая, как известно, проиграла Зимнюю войну, а потом принимала участие в войне на стороне фашистской Германии, вовремя, правда, развернулась в обратную сторону, и войну закончила уже как противник Германии. Так вот, несмотря на потери территории, Финляндия в отношении СССР была весьма и весьма лояльной в том, что касается внешней политики, во всяком случае, хотя там правые партии тоже выступали с призывами вступления НАТО. То есть, собственно говоря, я думаю, что есть слабая надежда на то, что американский президент, который хотел бы снять с себя эту головную боль, да, конечно, Америка возвращается, известный слоган по поводу внешней политики, да, Байден считается специалистом внешней политики. Так вот, чтобы никто не терял лицо, чтобы была ситуация вин-вин, мне кажется, достаточно было бы предложить Украине выполнять минские договоренности и намекнуть Зеленскому, что, может быть, неплохо было бы, скажем, провести референтум в вопрос отношения украинцев к НАТО, в ходе которого выяснилось, например, что большая часть украинцев все-таки за нейтральный статус. И тогда каждый получает свое. То есть, наш президент может говорить о великой победе, о том, что остановил НАТО буквально на границах Российской Федерации с непосредственной близостью от Москвы. А американское руководство могло бы говорить, что не допустило войну на или в, кому как нравится, Украине. Вот, собственно, Гайя Зеленский уже подложил трехсторонние переговоры США-Россия-НАТО, но в Америке к этому отнеслись скептически. Собственно, я говорю, расчет на то, что если НАТО не хочет обострения и при этом не может отказать Украине в ее праве вступать в эту организацию, в Североатлантический альянс, может быть, сама Украина откажется от этой идеи. Но я думаю, что вероятность этого тоже невелика. Константин Владимирович, смотрите, тон заявлений в отношении США и НАТО был достаточно жесткий. В каком-то смысле даже не дипломатический. Это такой ультиматум. Господин Рябков просто говорил даже, что забирайте монатки. Монатки, да, да, да. Выбирайте монатки, возвращайтесь на границе международного года. На границе 97-го года, и, как мне кажется, это вызвало, ну, наверное, просто улыбку в стане НАТО. А как вы думаете, почему именно такой тон выбрала российская дипломатия? Ну, я думаю, в значительной степени это рассчитано на внутреннего потребителя. Да, то есть, многим это нравится. Я думаю, что и в русской диаспоре США, где, как я полагаю, большинство голосовало за Трампа, это тоже должно нравиться. А потом я предполагаю, что вот это повышение ставок, вот эта воинственная риторика должны все-таки заставить НАТО как-то отреагировать. Есть, как вы понимаете, публичная риторика, да, а есть непубличные действия. Вот вопрос непубличных действий, это, собственно говоря, главный вопрос. Потому что, ну, знаете, с одной стороны, конечно, НАТО должно быть счастливо, что появился такой враг, как Россия Владимира Путина. Ведь совокупный бюджет НАТО теперь перевалил за триллион долларов. И в прошлом году он вырос больше, чем на 60 миллиардов долларов. И хотя большая часть расходов все еще несет Америка, но союзники уже тоже подтягиваются. И военно-промышленный комплекс должен просто аплодировать. То есть еще недавно, необходимое, что они НАТО ставили под сомнение, непонятно было, собственно говоря, с кем бороться. Ну, хотя ясно, что главный все-таки оппонент – это Китай. Но тут еще появляется Россия. И, с моей точки зрения, как раз это тот самый случай. Хотели как лучше получиться, как всегда. Знаете, всякое действие делает противодействие. И, в принципе, НАТО получило оправдание. И даже Финляндия и Швеция заговорили о том, что, может быть, они не хотят в НАТО, но право такое они имеют. То есть не так давно было заявление министра национального отдела Финляндии о том, что мы в НАТО не собираемся. Но до этого и финанские президенты, и другие официальные полиции говорили, что в любом случае у нас такое право есть. Никто не может его оспаривать. Мы в НАТО не хотим, но право у нас такое есть. Не отнимайте у нас это право. И, кстати, даже самая Финляндия закупает США на 10 миллиардов истребителей пятого поколения. А 10 миллиардов долларов – это больше, чем весь военный бюджет Украины на сегодняшний день, который составляет примерно 9 миллиардов долларов. То есть Финляндия тоже вооружается. И Швеция, соответственно, на остров Готлан отправляет своих военных, потому что есть российская угроза. В общем, с такого врага еще нужно доплачивать. То есть тема российской угрозы взбодрила европейцев. И понятно, что еще недавно, ну сейчас из 30 стран, насколько я помню, 10 только соответствуют по расходам требованиям этой организации. Ну то есть там 2% ВВП на военные расходы. Но вот сейчас ситуация будет понемногу управляться. Что касается риторики, я говорю, мне кажется, что это, с одной стороны, побуждение к действиям, не публичным действиям внешних партнеров, а с другой стороны, это попытка вокруг образа внешнего врага сплотить население России. Знаете, враг у ворот. Раз враг у ворот, то не до плюрализма, не до дискуссии. И враг у ворота, значит, нам нужно сплачиваться, объединяться. А если враг у ворот, то наверняка внутри крепости есть его агенты, пятая колонна, иноагенты и так далее. И под это дело можно разгромить несистемную позицию, что, собственно говоря, и произошло. Конечно, лучше было бы, как мне кажется, сплотить общество на основе экономических достижений, как, допустим, те же самые китайцы. Сейчас Китай бьет рекорды по росту АВВП в прошлом году. И, собственно говоря, китайцы могут похвастаться реальными экономическими достижениями. У нас таких достижений, увы, немного. Хотя кое-что тоже есть. То есть все-таки диверсификация экономики происходит. И сельскохозяйство оживает, и военно-промышленный комплекс российский оживает. Но ничего такого большого, по-настоящему, глобального, пока мы продемонстрировать не можем. Зато мы можем на основе образа внешнего врага сплотить население. Константин Эдуардович, продолжая тему дипломатии, вот у меня такой вопрос. Дипломатический язык, он довольно сухой. Но это принятый язык во всем мире. Иногда, слушая представителей МИДа, допустим, Мария Захарова, тот же Рябков и других деятелей, складывается впечатление, что они еще не вышли из подросткового возраста, либо переслушали блатных песен. Потому что культура того, как они выражают свои мысли, на наш взгляд, вы нас можете поправить, довольно низкая. Вы мне скажите, это веяние времени, или это действительно такой, как сказать, низкий уровень подготовки нынешних дипломатов? Потому что я думаю, что Андрей Громыко, если бы все это услышал, он просто бы перевернулся в гробу. Если бы все это услышал, был бы в шоке. Да. Вы знаете, у меня эстетика Марии Захаровой совсем не близка. Честно скажу, совсем не близка. Но когда я вижу, сколько у меня подписчиков в том же самом Фейсбуке, а в Фейсбуке у нее больше 400 тысяч подписчиков. Что, согласитесь, достаточно много. И то количество лайков, которое она собирает как раз вокруг этих высказываний. Высказывания, которые как будто из 90-х. Вот уличные разборки, братки, шансон, покойный круг и так далее и тому подобное. То есть, собственно говоря, они ведут себя как хулиганы на улице, предполагая, что это и есть наше конкурентное преимущество. Знаете, как сказал один критик нынешней власти, проживающий, кстати, в Америке, уже лет 40, бывший гражданин СССР. В то время, как с ними пытаются играть в шахматы, они играют в Чапаево. Пытаются как бы просто поменять правила. Я думаю, вполне сознательно. То есть, я не думаю, что это проблема низкой культуры. Хотя, конечно, знаете, Захарова выходила замуж в Америке. И не надо даже заявления слушать. Посмотрите просто фотографии с ее свадьбы американской, и все становится ясно. То есть, да, там, скажем так... Лицемерие. Лицемерие, да? Да, да, да. Знаете, там такое... Вот какой-то сельского пошиба гламур, честно говоря, провинциальный гламур. А замуж она выходила как раз в США. Ну, на самом деле, вот как будто прям вот такие. Знаете, классика 90-х. Если даже там не конца 80-х, начало 90-х. Но, при том, она же неплохо образована. И я думаю, что касается Лаврова, он же работал с Козыревым. И вез себя совершенно иначе. И говорил на другом языке. То есть, Лавров в 90-е годы, Лавров в начале 2000-х. Лавров сейчас это совершенно разные вещи. Ну, они позволят себе быть самими собой, может быть, кто-то скажет. Вот. А я скажу, что все это вообще, мне кажется, просто постановочная история. Они думают, что таким образом они становятся ближе к нашему населению. Которое понимает как раз эту эстетику и приветствует. Радио-шансон в России все еще популярно. Садишься в такси. Ну, сейчас, правда, все меньше и меньше, слава богу. Чаще радио-джаз, бывает там что-то такое более интересное для меня, например. Но в половине такси шансон так и играет. И я думаю, что это, опять же, ориентировано на внутреннее потребление в первую очередь. Остальное уже, так сказать, сложности перевода. Потому что я думаю, что, знаете, ведь то, что говорит Захарова на русском, надо же еще перевести на английский. Я думаю, что некоторые нюансы, там, поутона и так далее, при переводе теряются. Все получается вполне политкорректно. На русском, слушаешь, да, звучит так, как будто она выехала на разборку, на стрелку. Забили стрелку Байдену, в общем. Константин Эдуардович, а каково ваше отношение к Джозефу Байдену? Если вы заметите, мы не называем его должность, а ваше отношение к Байдену. И как вы считаете, Путин чувствует поступки Путина? Это его понимание того, что администрация сегодня слабая? Это его такое отношение вот к этой сегодняшней администрации? И ваше отношение к Байдену? Ну, смотрите, несмотря на низкий рейтинг Байдена в США, мы знаем, что рейтинг невысокий. За пределами США он пользуется уважением и популярностью. Как человек, который возвращает США в мировую политику, выстраивает заново отношения с европейскими союзниками, партнерами. И, конечно, внешний политиковый конек, он человек, безусловно, очень опытный, никакой он не спящий Джо, и это заметно, собственно говоря, в том числе по его действиям в отношении России. То есть взвешенный, опытный политик, которого можно критиковать внутри США, но с точки зрения внешней политики, знаете, он многим даст 100 очков вперед. И у меня отношение к нему серьезное. То есть серьезное, его бэкграунд вызывает, безусловное уважение. Что касается возраста, ну, знаете, все мы не молодеем, все мы не молодеем. И я полагаю, что во всяком случае, в том, что касается выстраивания международных отношений, он действительно на этом собаку съел. А все остальное, ну, у нас все тут высмеивали, вышучивали. И, ну, опять же, понимаете, низкопробная пропаганда есть везде. Есть она и в США, есть она и в России. И превращение его в старого маразматика, в идиота. Ну, если он старый маразматик, а если он идиот, то возникает вопрос, а почему тогда? Почему тогда наше руководство так хочет с ним общаться? И по телефону, и лично. И, собственно говоря, с моей точки зрения, как раз для Путина он вполне равноценный партнер. То есть, если можно было рассчитывать ввести вокруг пальца Трампа, а Трампу рассчитывать на какую-то сделку непонятно какую, то с Байтом все по-взрослому. То есть, мы вернулись фактически, знаете, во времена, ну, начала 70-х годов в таком смысле. То есть, достойный партнер, да, понятно, что недоброжелатель, очевидно, совершенно. Но, во всяком случае, хотя бы нет никаких иллюзий. Потому что, знаете, когда нас груздуем пили шампанское по поводу избания Трампа, вот это выглядело дикостью, честно говоря. То есть, вот все, Трампа избрали, вот теперь ты начнешь. Вот сейчас мы с Америкой мир поделим. Что Америке, а что нам. Кстати, между прочим, недавно один депутат Госдумы, знаете, не знаете, предложил примитивный яберный удар. Федоров. На самом деле, у нас хватает фриков и чудаков, мягко говоря. И, собственно говоря, на этом фоне Байден выиграет весьма средней фигурой. Константин Эдуардович, Владимир Путин славится своими нестандартным подходом к кадровым вопросам. И это можно сказать по тому, как он выбрал Михаила Мишустина. Я думаю, очень многие удивились этому выбору. Скажите, сейчас много разговоров идет по поводу транзита власти. Может ли вот этот нестандартный подход к решению кадров, кадрового вопроса, повлиять на то, какой будет следующий президент, каким будет следующий президент России? И, может быть, два слова о Михаиле Мишустине. У нас буквально минут шесть. Исполняется два года. Похоже, что Мишустин президентом уже не будет. Скажу так. То есть, похоже, что Мишустин президентом уже не будет. Хотя, когда его назначали, многие думали, ну вот, наверное, это и есть будущий преемник. Вообще, о транзите говорить пока сложно, потому что Путин, я так понимаю, по его мнению, не исполнил свою историческую миссию. То есть, он не может просто так уйти. Он должен уйти победителем. Да, как спортсмен на пике формы. Иметь возможность заявить. Я создал все условия для развития внутреннего. Я решил проблемы внешние. Я обеспечил безопасность России. Теперь можно передать образы правления представителям нового политического поколения. Мишустин, кстати, не новое политическое поколение. Я думаю, что... Но это солидная фигура, серьезная. Никакой не технический пример. Солидная, серьезная фигура. Однако, если бы его рассматривали в качестве преемника, то вполне возможно, он бы оказался все-таки в главе списка «Единой России» на выборах прошлого года. Чего не произошло, как вы знаете. И вообще, что касается публичной активности, она сейчас начинала довольно бурно. И его пиарщики были очень активны. Особенно в том, что касается блоков на негатив. Вымаривания всего плохого. А сейчас я бы не сказал, что он очень цитируем. То есть по рейтингам у него все неплохо. Путин дал оценку правительству удовлетворительно. Но Мишусин особо незаметно, я понимаю, потому что, понимаешь, что такое фальстарт. Не дай бог обозначишь свои амбиции, тут же по шапке и получишь. Поэтому все, каждый, кто хочет быть преемником, все, кто хочет быть преемниками, должны сейчас сидеть тише воды, ниже травы. А Мишусин фигура, конечно, солидная. Как председатель правительства, он справляется. Константин Эдуардович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Через пару минут вернемся и продолжим. Не отключайтесь, будьте с нами. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания. Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с российским политиком и политическим консультантом Константином Калачем. Константин Эдуардович, вы с нами? Да, да, я с вами. А, Константин Эдуардович, вчера вся страна, Россия отмечала, я беру это в скобки, ну, арест Алексея Навального, пребывание его в застенках, за решеткой, можно как угодно назвать. Какое вы видите будущее Алексея Навального в свете того, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных? Да, уже отметили годовщину его возвращения в Россию. Я бы сказал, что много разных инсинуаций сейчас вокруг фамилии Навальной. Некоторые мои коллеги говорят, что якобы его ввели в заблуждение, якобы его кураторы, обещая ему, что он останется на свободе, мол, там, американцы, британцы, возвращайся. Я, честно говоря, думаю, что Навальный прекрасно знал, что ему придется сесть и был готов на эту жертву. Правда, наверное, он мог ошибиться с планированием, с стратегическим планированием. То есть, он мог предположить, знаете, у нас профессор Соловей, например, есть такой известный человек, хороший мой знакомый, кстати. Тоже выступал у нас в эфире. Который, кажется, подхоронит Путина и говорит, что в следующий год мы встретим уже без Путина. Я думаю, что, наверное, Навальный ошибался в сроках подполагаемой транзита и думал, что этот транзит произойдет уже в ближайшее время. Соответственно, даже если сейчас его посадят, то в скором времени отпустят, теперь выясняют, что с этим еще долго. Трудно оценивать по прошествии года масштаб его жертвы. Сейчас ни один соцопрос в России не покажет отношения к Навальному. Просто люди будут бояться отвечать на вопросы интервьюеров. Но в прошлом году нынешний руководитель Левада-центра, это уважаемая организация, которая занимается с опросами, кстати, ее назвали инагентом, но с опросами у них все хорошо. Так вот, в конце прошлого года их руководитель, основываясь на их данных, говорил, что в России сторонников Навального, людей, сочувствующих Навального, может быть, процентов до 15, но максимум 20. 15-20 процентов, понимаете, это не большинство, но это весьма значительное количество людей. Так вот, Навальный и наша власть, это как сообщающие сосуды. Понимаете, то есть, на самом деле, представьте ситуацию, в которой Россия процветает, доходы на селе не растут, цены снижаются, Запад вступает, НАТО не расширяется, Украина нейтральна и дружественна. Это одна история, в которой Навальный может вскоре забыться. Другая история, ухудшение социально-экономической ситуации, сцен, падение доходов, провалы во внешней политике, проблемы внутренней политики. Если власть будет терять рейтинг, рейтинг будет пробитать Навальный, который уже сейчас является символом и моральным лидером российской несистемной оппозиции, собственно говоря, единоличным лидером. У него есть, понятно, свои плюсы, есть свои минусы. Недавно даже провластный политолог Марков расписал все плюсы Навального, я расписал это весьма убедительно. В Фейсбуке посмотрите у Маркова. Это мы поговорим про Маркова, мы еще поговорим. Мы на декоративном фейсбуке иногда спорим, но он бывает весьма объективным, он расписал и плюсы, а потом в следующем посте написал про минусы Навального. Конечно, Навальный для большинства населения России пока непонятен, но чем дольше он сидит, как мне кажется, тем хуже будет для власти. Честное слово. То есть, понимаете, отношение к нему будет меняться. Отношение к нему будет меняться, и кто знает, каким будет отношение через три года, через пять лет, и вообще, что будет через пять лет, потому что будущее пока в тумане. В общем, я думаю, что политическое будущее у него безусловно есть, но я всегда говорю, что он не мессия, не спаситель, он скорее Иван Претеча. То есть, он как торпеда, он прокладывает путь, за ним придут другие. Но то, что он смог поднять часть молодежи и стать оппулятором среди молодежи, то, что ему удалось создать всей своей организации по всей России, то, что в конце концов он сделал своими расследованиями, я думаю, нельзя недооценивать. Я бы не стал бы и переоценивать, может быть, его влияние на нынешнюю российскую политику, но, как я уже сказал, знаете, вот если дадешь ставку на контрпозиционирование, если есть только черное и белое, тезис-антитезис, если власть будет терять очки, Навальный будет их набирать. Константин Эдуардович, говоря о современной России, нельзя не упомянуть такое слово, как телепропагандисты. Я имею в виду в первую очередь Бабаяна, Соловьева, Норкина, супругов Скобеевых. Раньше вы появлялись вот в этих ток-шоу, а в последнее время вас там нету. Два слова, почему вас нету, и ваши отношения... Вот у меня вопрос напрямую, да, я сначала думал задавать, не знать, но все-таки спрошу. Как вы думаете, вот у всех этих людей есть совесть? Знаете, да, меня приглашали, потом на полном серьезе. Мои родители попросили меня не участвовать в программах некоторых телеканалов. Я по-прежнему хожу на РБК, на ОТР, на Дождь и так далее. То есть есть телеканалы, но мама и уже покойный папа попросили меня вот в этом цирке не участвовать. Что касается этих людей, я многих знаю лично, да, Бабаян был у меня в гостях на кухне, с Соловьевым мы ездили, читали лекции на тему публичных выступлений когда-то. Понимаете, вот когда, допустим, того же Соловьева отлучили от эфира, а было такое, сейчас мало кто вспомнит, что несколько лет назад, его отлучили от эфира. И он посидел, я так понимаю, зубы на полку. Вот. Наверное, он решил, что черт с ним, деньги – это главное. Хорошо быть принципиальным, но еще лучше быть богатым, иметь виллу в Италии и не переживать по поводу старости, что умрешь в нищете. Я абсолютно уверен, что все эти люди-прагматики, убежденных среди них не так много. Ну, либо они сами себя убеждают, оправдывают, хотя были, я не буду называть фамилии, люди, которыми говорили старик, но, понимаешь, вот здесь это все игра, роль, на самом деле, я так не думаю или не так думаю отнестись к этому с пониманием. Я их прекрасно понимаю. То есть у каждого своя стратегия выживания, деньги нам плавят колоссальные. Деньги там плавят колоссальные. Ну, если телеведущий может позволить себе купить виллу в Италии, почему бы не стать турбопатриотом, ультрапатриотом и так далее. У нас вообще сейчас вот этот турбопатриотизм хорошо оплачивается. И очень много фриков разных стало депутатами. Ну, депутат, конечно, по американским меркам это ерунда, но депутат, государственная дума, 10 тысяч долларов в месяц примерно рублем эквиваленте получает. Ну, неплохо же, в общем-то. А телеведущие получают значительно больше, что уж там. Насчет совести, ну, не судите, да не судимы будете, сказанное о другом больше говорит о тебе, нежели о другом. Поэтому не готов их осуждать. Ну, я вот от участия в этих программах отказался. Да, собственно говоря, я всегда дрожил независимостью, хотя я сейчас думаю, может быть, тоже надо было иногда мозги включать. Ну, простой пример из жизни, да, вот, пригласили меня на послание президента. Вот было президентское послание, не последнее, а вот там одно из, куда-то, три назад. Что должен делать человек нормальный, получив такое приглашение? Написать в Фейсбуке, какой мудрый у нас президент, как замечательно выступил, как мы все во-вторых, а я начал постить, кто как спит на послании. Вот, больше бы они приглашали. Константин Эдуардович, давайте мы затронем одного человека, с которым на Фейсбуке было достаточно очень интересная, ну, я не знаю, пикировка, обсуждение. Все вместе. Да, все вместе. Этот человек в каком-то смысле незаурядный. Тоже несудим, да, несудимый будет, ну, вот его зовут Сергей Марков, и вот то, что он написал и о переговорах США с НАТО, России, США и с НАТО, и то, что он написал, это вообще, и ваш комментарий был очень интересен, и его, я знаю, и вы тоже видели, перепостывали очень много людей, и там было очень смешно. А вот как эти люди, вы знаете, есть понятие такое флюгер, да, как вы считаете, вот как эти флюгера будут работать скоро? Ну, мой комментарий был о том, что Марков, когда они переобудутся в воздухе, да, как только тренды поменяются, вот, он будет соответствовать новым трендам. Собственно говоря, он в свое время сотрудничал с американцами, но газ был в Америке, и в 90-е годы, наверное, считался заведуемым либералом. Так что, как многие, кстати, в 90-е годы были либералами, кто-то даже был анархосиндикалистом, как и Саев, например, и видный депутат Госдумы от Единой России. Так вот, я уважаю Маркова. Мне кажется, иногда, что он просто издевается, вот, просто троллит. То есть, читаешь и думаешь, то есть, он же не может писать серьезно. Может, он просто, даже начальство, так сказать, дурит, вот, просто занимается троллингом. Последние его, кстати, посты по поводу Навального, по поводу отношения к России в мире. То есть, он пишет, якобы, от лица третьей стороны, да, но на самом деле, вполне возможно, что это как раз его собственное представление о проблемах России или, скажем, о сильных странах Навального. То есть, он, во всяком случае, не дурак. Его интересно читать. Есть люди, которые занимают турбопатрилические позиции, которых читать скучно, которые, ну, просто юродствуют. То есть, знаете, вот, юродство хлебушка ради. Там не хлебушек, конечно, там, например, депутатский мандат, мандат депутата Госдумы. Вот, почитаешь и думаешь, боже ты мой, какой примитив. Маркова читать интересно, и с ним можно дискутировать. И вообще, он, на самом деле, открытый, позитивный человек. Мы с ним как раз встречаемся, вот, очень мило общаемся. Хотя, я, естественно, не разделяю его взгляды. Ну, знаете, этот случай, зачастую крайне сходится. Потому что, иногда, почитаешь наших либералов, вот, и тоже волосы дыбнут. Думаешь, боже мой, вообще чума на оба ваши дома. Вы друг друга явно стоите. И проблема в том, что, вот знаете, средней взвешенной линии сейчас у нас не оказалось. У нас теперь белая, черная, за, против. Вот. Культурная дискуссия пропала. Свой, чужой, чужой, свой. Это, конечно, все не радует. Политическая поляризация произошла. Это совершенно очевидно. И, кстати, по Фейсбуку, я понимаю, что Фейсбук это не ВКонтакте, есть народные сети, как «Обноклассники». Но если посмотрят, например, люди из «Единой России», видные люди, что-то пишут. Сколько там лайков? Единицы. Сколько у них подписчиков? Сотни, в лучшем случае, тысячи. А какой-нибудь профессор Соловей или Екатерина Шульман, это десятки, а то и сотни тысяч подписчиков. Я, на моей кухне, мы сняли две программы с Соловьем. То есть Соловей приехал ко мне в гости, я вот кормил тайской едой, вот, сняли две программы, я потом посмотрел, 600-700 тысяч просмотров на Ютубе. То есть, реальное влияние. А посмотрите, сколько просмотров у лидеров думских фракций, у лидеров российских политических партий, все значительно хуже. То есть, у нас сейчас интересная ситуация, действительно, очень интересная с моей точки зрения, потому что, с одной стороны, внешне все стабильно, но, пока с людьми довольных практически не осталось. Все чем-то недовольны. Понятно, что между протестными настроениями и протестными действиями дистанция большая. Люди боятся, не было бы хуже, лишь бы не было войны. Люди боятся, опять, стабильность. Но симпатии к власти, знаете, вот, начало 2000-х отношение к власти было в основном положительным. Почему? Потому что росли доходы, да, мы были на подъеме. Сейчас, конечно, кому-то тоже приятно видеть, как Россия поднимается с колен, но если при этом цены растут, доходы падают, случается когнитивный диссонанс. Я, кстати, с уважением отношусь к Путину и его деятельности. Это, на самом деле, главный российский бренд. По этому поводу короткая история. Попал я однажды в одну африканскую страну, меня спрашивают, а там русских практически не было. Поляки были, русских, то есть я вообще не встречал, но, видимо, мало кто туда ездит. Ты откуда? Я говорю, из России. Это местные жители меня спрашивают. Россия, Россия, где ты? Я говорю, такая маленькая страна на севере Европы. Они говорят, возле Голландии, что ли? Я говорю, да, маленькая страна возле Голландии. А чем ваша страна знаменит? Я говорю, ну как, ничем. Ну мы первыми спустили человека в космос. Мы говорят, врешь. Первыми в космос полетели американцы. Ну ладно, хорошо. Я говорю, АК-47, знаете, на некоторых гербах американских стран есть. Ну вот, русские изобрели, мы изобрели. Да нет, перестань, видели мы это калашник, там написано Made in China. Китайские. На самом деле, покупают китайские реплики, они дешевле просто. Вот, а кто у вас президент? Я говорю, Путин. Они так, оп, а, так ты шутишь, Путин, а это тот, который с Америкой бумс, 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 бумс. Да у тебя же на самом деле огромная и пикная страна. Вот, все, поняли, что такое Россия. Россия это Путин, Путин это Россия. В Африке, понимаете? То есть, да, это все милое, хорошо, растет уважение, спасибо. Вот, с одной стороны, но доходы не растут, вот это вот, экономика не растет, вот это вот плохо. Собственно говоря, и это главная проблема. Превратиться в сырьевой предаток Китая не хотелось бы совсем. Вот, или, скажем, для китайцев каштаны из огня таскать в их предстание с Америкой. Совсем бы не хотелось. Хотелось бы все-таки с одной стороны отстаивать национальные интересы, а с другой стороны создать условия для развития. А то, знаете, последняя история, у нас тут биржевые индексы рухнули, да, акции российские подешевели, причем очень серьезно. После чего? После фейковой информации о том, что Россия вакуировала своих дипломатов из Киева. Потом эту информацию проверили дипломатов из Киева, Россия не эвакуирует, но как бы инвесторы решили, что это война, соответственно, миллиарды, миллиарды потеряны для российского бизнеса. Что в этом хорошего, собственно говоря? То есть, все-таки надо соизменять амбиции с возможностями. И если говорить обо мне, я как раз, я не считаю себя ни левым, ни правым. Вот, я и либерал-патриот, я центрист, но центристов России сейчас бил с обеих сторон. Константин Эдуардович, есть вот такой замечательный танец, называется танго. Вот в паре Путин-Лукашенко. Кто кого танцует и зачем вообще Путину сбитый летчик Лукашенко, как вы думаете? Боюсь, что это Лукашенко танцует Путина, да? То есть, на самом деле, Лукашенко очень хорошо знает, как выжимать деньги из России. Вот, в этом смысле, то есть, знаете, мне кажется, ну, то есть, есть звезды Голливуда, да, которые получают миллионы гонорара за каждое сказанное слово во время каких-то там постановок, фильмов, да, или, да, в эфиров, да, во время эфиров каких-то, или за съемки в кино. Так вот, Лукашенко самый сокоплачиваемый человек, если брать стоимость его отдельных слов, отдельных заявлений, ему достаточно две-три фразы сказать, и он уже получает миллиарды. В очередной раз рассказать о том, что мы один народ, о дружбе, вот, об интеграции, о том, что мы должны вместе простоять в рожденном западу и так далее. Конечно, сейчас он в сложной ситуации, он все-таки пытался съедить на двух столях сразу, мы это прекрасно знаем, теперь Запад его легитимно не признает, остается только Россия, но если кто-то думает, что произойдет слияние и поглощение Белоруссии, ничего такого. Для него, его главное достижение, это суверенная Беларусь, и, чтобы он не говорил про интеграцию, это все будет, надо делить на 10, если не на 100, это все будет долго и нудно, а в итоге союзное государство если даже интегрируется, ну, не больше, чем, скажем, интегрировались страны, входящие в европейское сообщество. Да и то, пока нам нужно, мы уже позади, потому что в Европе есть евро, единая валюта, а у нас до единой валюты еще как до луны, и приведение в соответствии белорусского законодательства, ну, если на самом сближении двух законодательств, все это, конечно, здорово и мило, и я сам сторонник интеграции и открытости границ, свобода помещения туда и капитала, чтобы белорусы ездили к нам, работать мы к ним, но я думаю, что те, кто думает, что Беларусь когда-нибудь войдет в состав Российской Федерации, как новый субъект или отдельные областями, они глубоко заблуждаются, этого не произойдет, и сейчас уже, я думаю, и Россия в этом не мечтает, потому что настроения в Беларуси очень сильно поменялись, это возможно было в 90-е годы, в 90-е годы можно было объединить, я думаю, Россию, Беларусь и, во всяком случае, восточную Украину, сейчас уже малореально, так вот, рассматривайте, Лукашенко манипулирует Путина, а не наоборот, Лукашенко великий манипулятор. Константин Эдуардович, передача заканчивается, остается буквально сколько там, пять минут, такой вопрос, мы должны обязательно коснуться Казахстана, и сегодня из дни бытия вынырнул елбасы, бывший господин Назарбаев, как вы вообще видите вот эту ситуацию, между такая, что там произошло, только коротко, пожалуйста, а то мы уже заберемене заканчиваются. Назарбаев, когда выступал, как подул автомат, держал пальцы крестиком, видимо, это был какой-то тайный сигнал, похоже, он пережил инсульт, и действительно в какой-то момент утратил связь с внешним миром, сейчас он вернулся, очевидно, совершенно, в Казахстане очень не любят брата Назарбаева, младшего брата, и весь клан Назарбаева тоже не любит, понятно, что Такаев не Медведев, то, что не смог сделать Медведев, и не захотел, и не стал, Такаев, то есть фактически идет зачистка от Назарбаевского клана. Транзит в Казахстане с точки зрения обеспечения места Назарбаева в истории оказался не совсем удачным, и сейчас Назарбаеву и Назарбаевцам хотя бы что-то удержать и сохранить, вывести, оставить и так далее. То есть сегодня, главное, Назарбаев сказал, что у них нет конфликта внутри элиты, это ерунда, конфликт внутри элиты у них есть, и он как раз закончился вот этим самым бунтом, погромами и сегодняшним выступлением Назарбаева. Константин Эдуардович, говоря о российской элите, можно ли сказать, что российская элита отражает взгляды российского общества, российская элита начала двухтысячных и сегодня это одно и то же или это абсолютно две разные элиты? Это уже совершенно разное. Я знаю многих людей, в том числе миллиардеров, которые свое мнение заснули глубоко, извините, в задницу, чтобы не потерять то, что имеют. Сидят, молчат и ждут. В России нужно жить долго. Та элита, которая была в начале двухтысячных, все-таки была за открытость. Сейчас иных уж нет оттедалечия, а кто-то просто мимикрировал. Есть уже другие люди. По этому поводу говорят, что в Казахстане есть жузы. Да, у них есть жузы, а у нас есть землячество и кооператив. И в принципе понятно, что есть моноцентрическая система власти, квазимонархическая. Самодержавие у нас уже есть, осталось кипостное право остановить. Так вот, все подстраиваются под мнение царя. Можно ли это считать элитой, если, условно говоря, ты вынужден прятать, скрывать свои настоящие взгляды. То есть, конечно, для нашей бизнес-элиты, наверное, лучше было бы, если было бы поменьше санкций и побольше возможностей работать с Западом. Но приходится нести определенные издержки. И главное достоинство сейчас это лояльность, гиперлояльность. Я думаю, вот как только, если Путин уйдет, если Путина не станет, поверьте мне, многие переобудутся в воздухе. То есть, тут выяснилось, что на самом деле половина элиты нашей люди вполне либеральных прозападных взглядов, но пока все это скрывают. А что касается настроений элиты и населения, они существуют в параллельных реальностях. В параллельных реальностях, как население Казахстана, у нас есть общественная проблема с Казахстаном, и элита Казахстана, так и у нас. То есть, две параллельные жизни, не пресекающиеся. Константин Владимирович, сразу быстрых коротких вопросов. Как долго Путину власти будет? И кого нужно сегодня читать? Гоголя или Булгакова? Гоголя и Салтыкова и Щедрина. Что касается Путина, я думаю, все зависит от нынешнего и будущего президента Украины. Прямо хочется попросить господина Зеленского, слушайте, будьте похитрее, будьте похитрее, но что вам это НАТО? Все равно там решение появится консенсусом. Кто-нибудь ваше ступление по-любому заблокирует. Заявите, что Украина собирается быть нейтральной, и у Путина будет приказ на возможность уйти, передать бразды правления. А, понимаете, Путин все время будет что-то мешать. И если все время будет что-то мешать, мы получим пожизненного президента. Но я все-таки думаю, что в 2024 году кандидатом президента будет уже не Владимир Путин. Сейчас он, безусловно, будет говорить и эти утечки всякие, ведомости, РБК и так далее о том, что администрация президента рассматривается выдвижение Путина как кандидата в качестве основного варианта, это именно утечки. Мне кажется, что сам бы он готов был бы уйти, но уйти на подъеме. То есть уйти так, чтобы вписать себя в историю. Он, конечно, себя мыслит исторической личностью, ему нужно сказать, я сделал все, что мог, сделать и лучше. Константин Эдуардович, огромное спасибо вам за это интервью. Мы вам желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и надеемся еще на несколько встреч, потому что беседа была очень и очень интересной. С прошедшими праздниками у вас. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин